приветствую вас мои родные любимые христолюбчики все братцы сёстры во христе и все люди на земле всем желаю радости веселья счастья блага терпения мира дома ваши в души ваши в жизни вашего все сферы вашей жизни всем желаю всего всего самого наилучшего сегодня хочу продолжить в принципе предыдущую тему можно сказать ролика ну или плавно перейти от предыдущей темы о свободе избирать добро и зло любовь и ненависть мир и войну да то есть человек свободен в своем выборе я хотел знаете поделить свои мыслями для кого-то конечно это будет в шоке от того что сегодня буду говорить но мне как говорил апостол павел без разницы если честно что обо мне кто думает главное что думает обо мне господь то есть насколько я соответствую истине ну и я никому себя не позволяю судить не вам меня судить вот я кое-что хочу поделиться своими мыслями для кого-то это может быть откровением тоже каким-то пищи для размышления вот по поводу вечности и вообще всего вот этого задумок бога творца нашего отца иисуса христа который придумал весь этот план познания человеком бытия до бога себя любви мира добра и вот вы знаете я могу ошибаться я не буду притомить на то что мне вот именно пророки эти там от я пророка или мне что-то там открыто нет я не смогу вам это не доказать ничего я просто размышляю всегда и любые любую истину любые мысли можно очень легко отделить пшевел от пшеницы плевел от пшеницы конечно люди недалекие младенцы они судят все по плоти либо по букве которая где-то что-то написано причем как я вам говорил первое конечно основной критерий такой первое правило или первый камень преткновения при толковании того же самого писания когда ну или разумевание это вырывание из контекста это прям железно это прям первое самое то то человек сам по сути обманывается зачастую когда просто не видит этой картины целиком и просто вот сам вырывает где-то услышал и все зачастую услышал вырванное слово уже с чем-то кто-то вложил туда свой смысл он это блюдце схавал и потом она у его заквасил так что потом пора от этого мировоззрения даже избавиться с трудом может или вообще не может вот я хотел поговорить по поводу вообще бессмертия этапа в жизни человека я никогда не отрицал кто меня слушал от начала так скажем реинкарнации ток я говорил всегда я верю в бессмертие конечно с к личности богом однажды созданы и я просто всегда говорил что конечно же бог любовь бог вечность бог свобода поэтому все мы когда-нибудь я верю во всеобщее покаяние опять же у него нет ни сроков почему никто не знает дня и часа когда это тоже самое всеобщее покаяние совершится да потому что она зависит от самого человека от от двери а до закрываются человеком изнутри не бог прячется от человека свет всегда светит человек только может спрятаться от солнца в тенечек или вообще в кромешную тьму в кромешный подвал скрыться солнце каждый день восходит проходит свой круг и садится да все мы это видимые кроме облаков то скажем опять же бог придумал от уберите облака у нас каждый день солнышко да кто летал на самолете можно улететь выше облаков и там все и когда солнышко но всегда светит вот и я хотел поговорить на такую тему я говорю я не утверждаю что это истина это мое личное мировоззрение и на данный момент мысли хотите философия любовь к мудрости на опять же любую мудрость я стараюсь применить в жизни и любую мысль и очень легко как я всем говорю через эту призму через эту линзу через эти очки не розовые а как раз истинный любовь свободы бессмертия можно любую мысли рассмотреть я все вот то что я там высказываю и сам над чем размышляю я делаю это не праздно не ради хайпа там да не ради известности не ради даже собственного собственного упоения вот сижу я такой умный там логически какие-то выводы делаю какие-то учения составляю нет я стараюсь познать то что нужно для жизни да и вот эти мысли которыми я сегодня поделюсь я конечно же в конце и скажу в чем плюс да когда меня это упрекать или мне в меня камни швырять что вот это там разрушает чуть ли не веру христианскую родные говорю я уже видел как разрушаются эти веры да вы никогда просто не верили вот я верю я верю в иисуса в бога пришедшего во плоти я верю в библейские события в то как они происходили пусть так как нам описал автор пусть он из этого свои выводы делаю я спокойно почему-то из библии игры в отличие от вас могу отделить сухие факты где автор вольно-невольно их сообщает и его личные мнения его мировоззрение его мысли его мысли его слова которую в уста бога вкладывает но события которые написать я могу спокойно делить я же вижу что происходит да вот то что как это описал человек какие мысли туда порой какие своими разве не вложил как это переписывали переводили перетолковывали я могу все спокойненько отделить пусть я тоже где-то могу ошибиться но сегодня ошибился завтра господь тебя откроет и ты поправишься вот то же самое здесь да я верю там в то что в евангельске о чем я сегодня буду говорить до события все происходящее в события в описанной книге деяния апостолов как ранней христианской церкви я верю в события которые пророчеством открытое пророчество открыто нам в книге откровения и я верю я библию не просто ценю уважаю люблю ягру и считаю истинной книгой в том плане что там исторически пусть искажением но описано действительно события происшедшие и происходят причем от сотворения этого неба и земли до пройдет круг до сотворения новой земли новым небом богом еще раз пришедшим уже воплоти второй раз на землю иисусом христом я во все это верю искренне верю доказать это никому не могу сам даже хоть и употреблять слово вера а у меня полное ощущение что я знаю это как будто я сам присутствовал при всем этом но и верю в то что будут присутствовать конечно будущего его еще не существует а прошлое конечно уже было и вот то о чем я сегодня поговорю я к чему к этому подошел почему такое ощущение что порой что-то действительно все это переживал чуть ли да или вот и ну тебя такая уверенность и вера в достоверность даже тех самых библейских событий хотя я подведу это не взять но у каждого должна быть такая уверенность вот тоже не раз кто помнит и мне так писали я так размышлял что как бы души ну понятно что внутренний человек он может не соответствовать развитию внешнего человека как тот же самый неважно приписали мать фразы был ли он не был насколько он был святой тот самый серафим саровский ортодоксальный православный святой точнее в частности он говорил вот как бы хорошо почему люди такие типа недалекие да потому что верит развиваясь по телу не развиваются вот именно умом сердцем и душой да но я своими словами его мысль передаю она где-то приблизительно такая да как хорошо бы человек по внутреннему человеку соответствовал внешне если все-таки 40-50 лет надо уже думать не земных богатствах там не земли действительно удовольствие и ослаждение какой там тебе прости секс 50 60 лет ты о чем хоть подумай а он все там в кожаных штанах по дискотекам бегает коктейльчик попивает с молоденькими девчонками ну надо уже ума то набраться в определенном возрасте и всему свое время ну было время побегал по дискотекам 60 лет надо бросить это говорит о том что внутри там просто ребенок вот и все еще безумный бестолковый глупый зачастую да и вот я да мне надо приводили я сам же это проповедую духовный возраст внутреннего человека возрастания и не горели ну что-то типа тоже их как бы кореш иногда ли так подергиваешь но они типа дети вот будь к ним снисходительного знаете я надо это много тоже как всегда игру мои мысли вы знаете они далеко не эмоциональная моя жизнь там что я уба сегодня такой завтра такой могу в роликах что-то выплескивать если вы заметили я сам по себе такой и к роликам я подхожу достаточно я порой записывают даже знаете вот эти свободно своем слове далеко не сразу ведь сначала приходит мне какая-то мысль мне прям приходит мысль тема идея я сам ее рассуждаю собой бывает я записываю чуть ли не через месяц то мы с которыми еще месяц назад пришла я проведил вижу свой пропад чтобы дворе я размышляю я целый день как будто я ее говорю я сам собой говорю 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 как будто я уже я бы уже десяток роликов записал а я не записываю просто сам собой рассуждаю вот такой у меня есть я могу тоже ошибаться не просто интересно самому а что это чего что это к чему это приведет эти размышления чем они могут то есть я сам с собой по сути беседы такие виду или монологика хотите но я верю что христос в нас бог свет любовь все это на в каждом человеке просвещает и я теперь конечно когда вот тогда уверовал покаялся когда господь не открылся вы помните но там было невозможно не поверить что бог живой и что бог нас потому что мне явно открылся с того времени я понял что я ты не один и всю жизнь не сам с собой беседовал а действительно с тем кто внутри тебя и вот ближе к теме которые все хотел поговорить я вот размышлял да мы все прекрасно эти вопросы знаем конечно уж про этих я говорю я на я скажу я вообще не отношусь к этим даже игры их малолетками не назову духовными вообще люди еще далеки вообще от познания стены они даже к ней не прикоснулись это не родившиеся во христе люди люди которые исповедуют там черно-белое после спасмертное бытие там одних почему-то на вечные муки других на вечные блаженства независимо от того сколько они прожили крещеный ну если зависима да вот там он не крещеный младенцы все сразу вот тут стоит такой петр с павлом и всех раскидывают в ад в рай в а так по бумагу крещеный вара и нет не крещеный вот не важно как он жил а поверил как у протестантов все иди в рай не важно как ты жил вот это все хинею а про это я сегодня даже говорить не хочу каждый пожинает человек в жизни то что сеет это закон жизни это закон бога хотите справедливый закон именно потому что бог есть любовь но при этом эта любовь одарила человека свободы и она не может даже эту свободу нарушить хочешь идти в ад иди на здоровье хочет и в рай но там определенная среда как ты будешь жить никакой убийцы никогда с ботаниками сидеть не будет запомнить это думаю что в какой-то рай там прям вот убийца туда рвется как как ангелочкам святым да почему-то на земле посмотрите футболист общается с футболистом ему интересно быдло с быдлом интеллигенция с интеллигенции бог не будет никого против воли там куда-то сажать один к другим сами не пойдут вот и все только когда ангелы соединяться с ангелами добрые люди люди будут отделяться на более высшие уровни к добрым людям а более низших более низшим вы знаете я все таки со многими людьми общался по жизни кто-то и там и со двора знакомые потом еще встречали кто посидел в местах не столь отдаленных ну помимо самых матерых понятно есть люди которые там они больше в тюрьме провели чем на воле уже не знают чем заниматься и там у них среда и там они в авторитете так это уже все это разговор не о них понятно этим людям вот именно им там комфортнее вот опять же они туда они выходят два дня побухают идут специально совершают уже преступление просто так чтобы обратно их туда отправили все а вот те которые все-таки люди еще здравые еще понимают что здесь лучше все-таки чем там как они говорят что здесь лучше вообще хлеб с водой есть чем там даже вот именно типа в супер авторитете даже коньяк в зоне гонять умыть я лучше здесь буду дышать свободным воздухом смотреть на чистое небо и радоваться жизни до чем в этой клете там сидеть пусть даже в авторитете и вот эти люди горит не дай бог туда еще раз могут это от вообще и причем они всем не рассказывали как один дело не в том что ты сидишь в тюрьме антисанитарии особо про русский тюрьму говорю да понятно где именно страх именно страх депрессии вот этот моральный дискомфорт люди действительно на низшем уровне находится вот этого внутреннего человека это полный отморозки это просто караул горит это невозможно это матершина это избиение это угрозы это крики вопли ненависть друг друга постоянный страх поэтому вы знаете и когда вот именно даже с такие средненькие люди попадут туда к таким же как они или даже просто ко всем таким же как они вот мы думаем что мы обманываем да ладно чё там а вот когда ты будешь среди одних обманщиков в этом мире перемешано добро со злом и нам кажется да ладно что там будет когда ну подумаешь как если до воды в аду поживу да нет родной ты офигеешь там пожить когда вокруг будет таких как ты а ты будешь нехороший человек с хорошими тебе будет рай мы все мечтаем здесь жить в идеальном обществе когда попадешь к таким же как ты ты за голову возьмешься потому что не будет больше этой разбавленности хорошими людьми здесь ты вылазишь как говорят сюда на вот именно добрых на честных на отзывчивых и на них катаются там вот эти поверьте мне оставайтесь такими добрыми честными отзывчивыми людьми мы все пожнем свои плоды я не еще вкусит все каждой плоды своего греха вот но это будет не скоро я верю в это разделение о котором говорил сам иисус я верю что она будет именно тогда вот это какой-то такой крупное разделение действительно на людей светлых людей темных которые захотят быть с иисусом который и жизнь должна соответствовать его жизни это будет в книге откровение это описано это только девятнадцатая глава там вы знаете приход его там суд вот это воскресенье всех суд еще тысячелетнее царство только после этого как бы будет разделение уже и на будет новая земля и новое небо и будет грубо говоря вот это огненное озеро гиена там да не хоть и выплюнут на суд всех но потом то одни там одни там останутся это не вечности конечно это какое-то время к чему я сегодня это не я не только об этом хотел поговорить основную мысль свою хочу какую подчеркнуть вы знаете я не верю все таки и не то что не верю я расскажу свои мысли я думаю я всегда говорил что я не совсем убежден что адам и ева были два человека я вам так скажу я в этом не уверен потому что первая книга бытие который нам аллегорично многие вещи очень аллегорично и очень символьно рассказывает игру вполне возможно что это было много могло сразу много людей появится это как рот да не взять мы все от одного человека и пусть даже от одного действительно тогда не было сложных социальных условий до что люди боятся рожать мы действительно быстро размножились и там вот эта небольшая грань так скажем между одним человеком и большим количеством людей и возможно причем я говорю это был не один человек вот это было много людей может быть по всему там неважно как бог их просто делит еще на мужчину женщину с определенной целью на сегодня мы тоже не об этом у меня принципе есть об этом ролик война полов кто смотрел вот я к чему хочу к чему хочу сказать то вот этот я конечно об этом тоже говорил в разных местах и в разных роликах о том что да есть время мы это не понимаем что это такое природа времени никто не понимает природу вечности никто понять не может мы не можем понять как эта природа бог то вечен альфа омега начало и конец мы вообще не можем представить что такое вечность времени ученые не могут дать определение в оконцовке по-настоящему кто и занимался исследовал то вопрос никто может понять что такое время никто когда она существует я сплю и все для меня все остановилось я умер грубо говоря возьмем сейчас возьмем как бы мировоззрение как любит говорит атеистического научного мира да и все для меня нет никакого не времени вообще я вообще не существует время вообще все и вообще относительно в жизнь должна относительно кого-то вот я живу вот в принципе для меня мир существует только пока я его вижу это он кстати существует для меня в определенной конкретной точке я знать не знаю что там происходит вот сегодня могло быть в африке одно обстоятельство я в россии живу а завтра другое его допустим подменили может быть параллельный мир идет а я и даже знать не знаю что идет и что там было что может быть по-другому что тысячи вариантов может быть для меня этого просто не существует мы каждый живем в своем маленьком мирке я к чему хочу сказать вы знаете я говорю я думал раньше что я все рассуждал если мы берем за отправную точку вот это вот сотворение неба и земли который нам описано в первой книге библии под названием бытие идем по времени как по пути заканчиваем в серединке у нас есть важное событие переломная да это первое пришествие бога во плоти потом у нас идет второе которое замыкает круг и получается вечность да и и все это мне женится не замуж не выходят типа не развиваются типа чуть ли не как многие утверждают вот определенное количество вошло людей там язычников и все и на этом умерли я в это вообще не верю бог любовь ученые сами говорят что вселенная с каждым днем увеличивается не могут вы на конца край космосу найти боль то говорят что он она растет это вселенная с каждой секунды до до сих пор вот добро не может не расширяться люди не могут не плодиться мы будем в вечности как-то размножаться там да потому что именно бессмертному человеку адаме с евы господь сказал плодитесь размножайтесь да вот а по сути они вкушали вечность да и было было древо жизни древо бессмертия да я к чему хочу сказать и вот раньше я думал что если действительно предполагать что человек живет одну вот эту земную жизнь вот который нам описано прям берем библию книгу библию от нового от существующего неба земли до новой земли и новое небо когда господь будет творить после своего второго происшествия тысячелетнего царства и будет новые новая земля новый иерусалим и вот я думал если человек за этот период период один раз рождается в этом в каком-то определенном аватаре то много несостыковок действительно прекрасно знаем многие люди даже людьми еще назвать нельзя дети младенцы люди умирают дети умирают при рождении на следующий день 2 3 4 5 6 10 31 то есть месяц да или неделя 2 3 4 месяц 2 3 4 5 12 то есть год год в так 2 3 4 5 вы просто мы конечно об этом думать не хотим мы настолько вы простите уж я скажу глупые невежественные ленивы в этом плане что мы не хотим даже об этом думать мы боимся мы 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 ссыкуны трусы хотите не знаю какое слово чтобы кого-то зацепил и даже за дело я хочу специально мы боимся задавать себе правильные вопросы а более того неправильных вопросов не существует только как говорят неправильный вопрос тот как умный мудрец и горит тур не задан вот это действительно неправильный вопрос если задаешься каким-то вопросом значит он имеет место в бытие ты должен на него от найти ответ бояться ответов глупо ты можешь ошибиться пусть ты все ты можешь ошибиться но ты узнаешь тебя бог поправит и стремишься и как любой истинный ученик откуда появляются там отлично они рвутся они ищут и они найдут они будут ошибаться но эти люди найдут тот не ошибается только кто-то чем делает да ты не ошибился но ты и сидишь в яме ты как был кирпичом вот таким вот таким мозгом так ты остался люди которые почему я читаю библию специально на канале ветхий завет целиком если ты не можешь сам себе ответить на вопрос если не можешь ответить на вопрос другим ты не исповедуешь это да не надо говорить что ты там знаешь или христиану ты можешь что христианин тем более если ты прочитал евангелие веришь в события в иисуса в его завет заключил с ним так скажем в любви к человеку да этого достаточно но действительно не надо тогда себя надувать там пузыри кого-то строить что-то там библию цитаты ты хоть раз читал целиком ты можешь ответить на все вопросы на все жестокости ты сам убьешь по закону моисеева хоть одного беззащитного ребенка женщину или старика из другого народа только потому что тебе захотелось на его землю вдруг карабкаться ответь себе на вопрос ты это сделаешь сейчас перед тобой поставить ребеночек женщину с ребенком убьешь ее чтобы защищать там это правда это вот бог так хотел чего вы боге бога кровью марайте это делал моисей это не бог делал то что автор написал что это приказ бога чуть ли не был это автор написал я не верю вот ты это сделаешь это твой бог даже сон те прикажет это сделаешь я не сделаю с ног на голову переворачивают историю соврамом типа бог такой плохой сказал ему пойди принеси жертву сына да и все человечество это уже делала и бог как раз ему показала в раму что я не таком год пойди принеси ты узнаешь какой я он приносит это авраам заносит нож на своего сына не бог авраам бог его останавливает бог как раз показывает вы сами это придумали вы сами обо мне такого мнения а я не такой мне это не надо вот этот вопрос я рассуждал я грудь я думал ну что ну вот эти это что духовные дети да откуда во мне вот это в 27 лет меня господь призвал за 10 лет я столько узнал так вырос все это понимаю все знаю много мне открыто я что умнее других нет почему я вижу действительно общаюсь с людьми профессора там я всякие богословия ортодоксии я смотрю на него он еще ребенок он верит в этот весь культ он его исповедует несет такое хинею что слушать невозможно мне я понимаю что я умнее его хоть ты тресни чем он проповедует пояс богородицы разве это достойно седого старца которые земные имеет регалии профессора богословия ну что это такое я понимаю вырос нет я такой гордый что я так сужу да я понимаю что это бред это человек еще язычник просто образно говоря как их называют я говорю мне говорили это вот дети ты как бы будь по ним к ним по это поласковый понежней я думал мне казалось ну да ну может быть такое вы знаете я стал приходить к мысли все таки игру я не утверждают и вы вправе принять это нет это ваше дело я стал размышлять об этом еще больше в последние времена конечно и делюсь принципе свежими так скажем отчасти мысли хотя и многие мысли не были всегда что-то я говорил просто что-то нет не видел надобности срочности еще что-то сейчас вот делюсь открываюсь какие-то мысли приобретать более твердый такой навязчивый характер то скажем я стал думать что особенно вот если предполагать что человек действительно и вот 10 ты понимаешь что если ты действительно прошел путь и разные пути проходила разные почему все на опыте познаем хоть ты тресни еще бог сказал адаму слева не вкушая не все равно вкусили да все на опыте и конечно ты завод смотрите сейчас пусть две тысячи лет после рождества христа пять тысяч где-то до будет сейчас где-то действительно я в это верю мне это как-то близко я духом это чувствую что это истина я не могу этого никому доказать что сейчас действительно тысяч семь как живет вот человечество вот по книге библии так скажем да я в это верю кстати за 7000 сколько я раз мог переродиться достаточно много раз в разных ипостасях я думаю что за 7000 лет вот возьмем современный мир уже столько можно было опыта набраться и детям побыть и умереть и в юности и в глубокой старости быть и женатым и монахом и одиночкой и быть и каменщиком и царем и рабом всем можно быть и больным и здоровым и слепым и сверх видящим всякое уже могло быть если даже средний взять жизнь тогда 50 лет где-то 20 где-то 100 вот пусть 50 лет будет где-то 80 да ну где-то 0 возьмем где-то средний 50 за 7000 лет поделить на 50 сейчас я вам скажу так три с половиной 350 жизни 350 жизни я думаю что мы сейчас сядем на бумажки попытаемся напречь свою фантазию и по написать это 350 надо нам истории написать сказок рассказов своей жизни придумать где я кем родился вы знаете мне кажется 350 книжек замучаешься писать ты уже переберешь все профессии всевозможные у нас социальных статусов не так много раб наемник начальник да ну пусть в каждой еще по три разного уровня там средний низкий высокий до низкий средний высокий все девять вариантов больше какие-то еще и от разнообразности просто профессии в которых ты так скажем эти варианты найдешь это не суть важно на самом деле земля как я говорил сюда прекрасно что она очень разнообразным и при этом мы знаем насколько она скучно и однообразный бывает да все давно известно шар круглый и вон куда не пойди и плюс то что было завтра будет и вчера все одно и то же под небесами порой все эти отличия какие-то вкусовые там ну да яблоко от груш отличается но в принципе она одно и то же да вот я я стал размышлять что конечно скорее всего вряд ли люди живут одну жизнь то люди перерождаются испытывают много жизни опыт и нам закрыта вот эти именно ненужные вещи да мы не помним своих родителей каждый раз мы не помним своих детей каждый раз братьев сестер навыков может быть какой-то профессии ненужных знаний но опыт жизни в вечных ценностях как это говорит качествах или свойствах души как я говорю образа души внешности души хотите то есть внутреннего человека она остается навсегда с человеком и он возрастает он учится добру он учится терпению он учится любви в частности ну хотя любовь совокупность совершается да он учится миру покою радости веселью всему он учится да вот даже знания вот эти которые человеку почему многие люди так уникально да и все многие умеют все про чуть ли там возьмем на профессию любой быстро осваивает то есть я вам скажу что даже эти знания остаются очень многие казалось бы даже бытовые относящиеся к этой жизни откуда эти уникумы мы думаем просто так бог даровал а я вам скажу что нет и вы знаете я стал приходить к той мысли я говорю что все люди на земле вот возьмем сегодня 2019 год скоро 2020 2020 красивая цифра вы знаете я стал приходить мысли что все люди на земле приблизительно духовной душевная духовно внутренний человек у всех приблизительно в одном и том же возрасте находится и несмотря на эту разницу она на самом деле не такая большая что кто-то до сих пор кажется вот если он такой же как ты почему он еще верит там в этот культ почему он еще такой не душевный да не духовный я вам скажу что это выбор из жизни в человек можете проживать очень скудно никуда не растя и я гру так как предположим что может быть мы действительно от одного человека то дамы его и так быстро размножались но тогда опять же это это очень быстро и разница в возрасте у нас может быть ну максимум тысячу лет максимум тысячи лет то есть кому-то 7000 лет кому-то 6 тысяч лет до образная ну 6 тысячи это тоже нормально это знаете как вот в нашей жизни в материальной то есть до 10 10 лет и 15 это большая разница этот пятиклассника это десятиклассник это большой уровень узнать кого-то 35-40 35-летний может быть умнее и мудрее вот именно добрее и сорокалетнего да вот то есть это не показатель совершенно уже когда человек проходит этот принципе 30-летний возраст такой рубеж я бы сказал кто знает принципе для человека когда ты правда многое познаешь уже как-то жизнь складывается мировоззрение внутренний человек абсолютно выбирает то что он уже сам это связано и с плотью так как мы возрастаем и это пик человеческого состояния это уже полностью скорее все отпочкование там от родителей допустим каких-то людей и наоборот более того ты становишься сам обычно уже 30 родителям 60 70 за ними сам уже начинаешь ухаживать да то есть это просто все естественно бог так придумал этом я вот к чему хочу говорить то я же помните я размышлял над разными тут сейчас все и не знаю я постараюсь сегодня поговорить что есть на сердце выложить я далеко не все может быть объемлю я не пишу сценариев для своего ролика каких-то заметок особых там так по памяти что помню причем в игру возможно в тот день когда мне мысль-то посетил эту тему озвучить я больше что хотел сказать или меньше наоборот но я не стараюсь все это записать а говорю от сердца к сердцу от духа к духу когда что мне сейчас хочется все равно и я утрен думал да какая несправедливость но кто-то ведь до ветхозаветный мир ведь он не знал евангелий он не видел бога явившегося во плоти ничего о нем не слышал а которые после его явления какая разница помните я вам говорил да иисус спокойно ходил три года по где он добежал до края земли всем проповедовал нет он спокойно ходил по иудеи благовествую прежде всего погибшим детям израиля овцам его до дома израиля только потом ученики то вы помните не сразу а ведь в мире что сейчас что в ту минуту посмотрите в интернете правда нет и есть официальный источник счетчик смерти и человеческий он же вот так крутится в жизни каждый день рождают умирают тысячи людей чуть ли не не в день не там каждый милону так крутится просто даться даться я за у меня ездит я пол заклад как тебе сделал браузере вот не знаю правда это откуда они берут эту информацию если уже такая статистика стекает ли куда конечно мир глобализируется и вот я не знаю насколько он правдив но такой счетчик смерти есть данные вот по смерти от не прям счетчик смерти вот и нет какие-то официальные там данные и там такой как бы счетчик там есть много чего то есть это не какой-то знаете устрашающий там этот нет там просто сайт или страница посвящена вот этому там есть количество смертей от чего за предыдущие года сколько там в аварии сколько от того пострадал то есть как бы такой сайт смерти можно назвать но это я вот так подаю а я уж не помню честно ну кто захочет найдет вот или мне напишите я может комментарии сейчас после ролика вспомню поищу и могу дать ссылку если найду да может сейчас уже что-то еще есть я не знаю я тогда же об этих вещах задумался ну как вот как судить человека он пожил до 12 лет он что спит потом он воскреснет на суд еще за что его судить он жизни не пожил он и об исусе ничего не слышал до пятнадцати лет их решил кто его будет судить кто его ватт на вечной муки его человек-то с дара здравый никуда не отправит уж тем более бог явившийся во плоти во второс пришедший и вот вы знаете все эти мысли стали меня наталкивать на мысль что все-таки люди живут не один раз здесь откуда все вот эти книги мертвых вот я обещал надеюсь держу свое обещание но это не от меня зависит все-таки я выставляю приоритет ценности сейчас надо хотя бы библию всю осилить это уже будет великое дело на канале христалю по чтению библии и прочих писаний откуда все эти книги тибетская книга мертвых там египетская есть еще там есть откуда там так это живо описаны эти истории что человек там летит выбирает себе жизнь да вы знаете я начинаю верить в это но я как бы всегда верил и я вот понимаю что это нам так и есть тогда мы все действительно становимся в разных в равной ситуации вот вы знаете уже яру 2000 прошло с рождества христова давайте еще 2000 поделим на 50 лет средний а то и больше там жизни было ну пусть 50 лет 2000 еще на 50 сколько у нас получается получается 200 на 5 40 до 40 все правильно правильно посчитал что-то у меня с математикой я тушь я просто боюсь обмануть ну да 200 на 50 по 2050 делим получается 40 40 жизни неужели за 40 жизни в каких бы ты народах бог тебя или ты сам не выбирал пожить да в каких бы ипостасях ты не услышал христианстве когда мир стал христианизироваться уже апостолы уже павел тогда рима добрался и всю там округу уже пол европы проповедовали за только первый век христианство я не верю ни граммы этой брехловой православные истории о том что князь владимир крестил русь и до этого там ни одного христиан не было хотя сами они сами свои глупости не видят парадоксом сами утверждают что еще андрей первозванный здесь был вот что они сами они сами видят какой они не суразицу несут они праздную что апостола считает что апостол андрей первозванный чуть ли не это русский апостол который здесь еще был славянских землях и тут же говорят что он крестил в православии да ну никак не христианство христианство расползлось за первые три века все она поглотила все миры и страны не зря империя уже став византийской не римская перешло на восток то скажем чуть-чуть к византии вот от греции туда до нынешняя турция и все и вся империя стала христианской все и это распространилось в англии англиканской церкви тоже не именно христианство а уже как сформировавшийся от путь к вавшиеся от основной части вот это пусть эта ортодоксия была рима их называть назвать можно римогреческой или греко-римской церкви до ортодоксально в то время когда она становится государственный уже в англии третье четвертый век уже англиканство становится как церкви у них становится там и не уж не помню в каком веке у них король становится главой церкви но самой англиканство англиканской церкви кто знает и истоки от третьих четвертых но пятого века максимум все то есть она есть там естественно но есть в египте копты кто знает откуда иисус и сам бегал где и евреи где были уж и африка вообще вся христи зерно и на востоке кто знает дошли до краев земли туда практически откуда тот сам мухаммед все это его бабка верит все 9 век все давно был как вы думаете есть душа ли на земле которая не это не знает христианство думаю что нету думаю что уже на сегодняшний день вряд ли есть такая душа к чему я дальше я еще не все сказал почему я дальше если человеку так действительно перерождается мы побыли в разные этапы мы все прошли с вами возможно тот же самый потоп вообще знать не знаю сколько до потопа там людей бы то есть это мы с вами все пережили этот поток все эти беззаконие возможно мы сами всем этим беззаконниками были почему тогда вы знаете я мы сейчас сразу итоги подводить или потом что дают мне эти рассуждения мысли это не просто на празднословие как миша опять там стали закидывать какими-то советами святых отцов обреха всяким празднословие там идите от меня подальше не хочу даже это слушать ничего бог нам дал уста чтобы делиться радостью общения друг с другом и хотите идите пещеры закрывать все именно хеннистат мне ничего сбрасывать вообще-то да не хотите меня слушать зачем-то меня слушайте и сядь в пещеру и все уйди от мира никого не слушай все у тебя же безмолвие должно быть не только на устах но и в сердце если своих святых отцов читаешь вот и сиди там в безмолвии сердце ничего туда не впускай и из него ничего не выпускаю все и сиди спасай всех лучше не приходи в гости я не хочу всего этого вот я к чему почему я это все начинаю так думать и размышлять да мы все эти этапы прошли и кстати ветхом завете не обязательно всем было прожить и в израильском народе в народе божьем то кто со мной читает ветхий завет все было одинаково поэтому неважно главное что ты прошел все этапы в какой ипостаси не обязательно пройти все профессии коля каменщика плиточника кровельщика кого там еще сантехника водопроводчика неважно неважно не в этом суть это в жизни знания по это ерунда это зависит от того какая природа нас окружает ты можешь быть охотником ты можешь капусту выращивать в этой жизни в этой лук это не имеет значения а вот этапы всей жизни пройти очень было важно вот именно вот от этого грехопадения до вот этого будьте как боги да и израильский народ то в курсе я всем показывал израильский народ когда еще авраам и у исака рождаются два сына исав и иаков израиль у иса вот точно такие же длинсказей они точно также эти 12 князей живут в этой земле если почитаете их историю языческую она один в один как у народа израиля это их не земля обетованная было это эти захватчики пришли на их не землю также когда бог с ними кто знает так в концовке израиль бог не предал им эти народы они никого не вырезали жили все там в помеси и точно также потом бог их предавал и они точно также у этих были опять в рабстве то есть уже те горь бог с нами этих захватчиков придает нам в руки все один в один поэтому неважно и также с ними говорил бог и все одно и то же поэтому это неважно кстати всем ли там надо было хотя за всю лет назад эту историю я не смею что каждый из нас хоть раз в каком-то этапе и в ревиевском народе рождался национальности не так много да я уже сказал что получается сколько 300 жизни за 300 жизни можно было везде на нашей такой вот маленькой земле побывать кстати это говорит о том что людей на самом деле на сегодняшний день даже не так много в мире то что если мы перерождаемся если это дети это рождаешь с которой вот сегодня люди умирают и столько же на земле рождаются по сути это тот же круговорот то есть не так много добавляется людей то возможно зарождаются и новые души но и я к опять к зарождению если честно у меня есть еще вторая мысль о которой я говорю я вот какой мысли ты я шел пусть даже вот так я сейчас развиваю эту перехожу плавно ко второй мы идем ступенями жизни по пути жизни вода ну вот так вот хорошо а потом то иисус явится во второе пришествие и что он уничтожит типа эту землю и мы там все будем как ангелы на небесах а где будут новые рождаться души новые где будут там рождаться они по-любому согрешат эти что люди не обладают свободой воли они будут рождаться в раю они что будет ангелами рождаться нет если это будут рождаться люди это будет рождаться сущности человеке бога подобные энергия то есть такая же как от меня по образу и подобие как и здесь дети с точно такой же природой любви свободу бессмертия и свободы и они по-любому не имея никакого опыта вкушения познания от древа добра и зла как они станут людьми как они станут богами что-то не то что-то не вяжется у меня всегда в голове не шло это как 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 но пройдем то мы кому-то кто-то родился в этом бытие пусть раз или вот перерождается и вы знаете рассмотрим еще одну вещь вы поймите все что говорят многие люди вот говорят ой там нельзя все учения в одну кучу меня там тоже обвиняющими кот несет у меня не разрушает это время веру во христа я наоборот убеждаюсь в ней и утверждаюсь я верю в бога я верю в бога явившись во плоти в частности в иисуса христа и что он самый есть суще на всем бог я верю в его пир я верю во всю библейскую историю я верю в его первое пришествие нам описано я верю в историю церкви и в откровении и в то что он придет второй раз как же это разрушает то что я говорю не как значит я все что в мире есть мудрость иисус сказал я вам как бы сказал все для познания истины любите и вы не ошибетесь это единственное в чем вы должны возрастать до от этого с будет и мир и радость и долготерпение понятно корень всего как и совокупность всего есть любовь но вот эти вещи почему иисус сказал они второстепенные но они нам жизнь очень помогают и откуда в нас эти знания вот во мне в других и мы их узнаем собираем или они нам кажутся родными да потому что мы там не раз были ну так хоп туда хоп туда мы это все знаем мы много видим нам бог это закрывает опять чтобы это это не суть важно это порой даже сковывает твою свободу вот я к чему хотел сказать вы знаете вот я об этом уже говорил даже в этом ролике человек каждый живет в своем мире вот параллельность миров кажется нам каким-то безумием но это только кажется и только в игру в умах пару людей ни о чем не думающих не размышляющих очень скуда умных я говорю порой как дети ну что они там еще скажут да взрослый человек сколько все знает и ребенок ну что он его научит он даже дальше двора то не ходил он ускажет что там в африке что то есть это мир полетал повидал ты знаешь какой можешь космос летал видел землю землю из космоса да ну что видел ребенок ему кажется что тут край песочница это уже зимбабве до которой не добраться до когда он целыми днями на своей еще нежной попки выседает лепя какие-нибудь куличики вот и вы знаете ведь человек это его мир ведь мир существует для меня это лично мой мир он существует только для меня я его знаю только со своей стороны и вы знаете вот эти события я вам скажу это параллельность миров скорее всего я роли хотел назвать как-то первый фильм под названием жизнь что-то я не знаю я не знаю даже как вы еще назову подумаю вот вы знаете вот эта библия которые мы все в руках имеем сейчас в электронном виде или все события которым и там описано то есть не зря она так красиво написано в начале сотворил бог небо землю и заканчивается книга откровения последней главы что и творит бог новую землю новое небо это первая реальность первый мир но он и во времени в нем вернее есть время но он и вне времени он в вечности это первая серия и она никогда никуда не исчезнет она закончится апокалипсисом и как мы очень часто смотрим трилогии каким заметьте казалось там даже кого-то убивают или то что ты он там воскресает здесь будет то же самое вы знаете все души и я сейчас верю для кого-то это покачал безумием все души которые рожда богом всякую помните как в иоанне богословия в первом его евангелии написано что бог просвещает всякого человека приводимого им в мир и вот этот мир это вот это наша реальность сейчас вот эта библия вот в эту библию причем именно в первую главу приводит господь каждого человека вы знаете если рассмотреть параллельные миры параллельные миры их мир как говорят их их бесконечное множество и вот у каждого человека это есть параллельный мир возможно что мы все с вами бываем в роли адама бог каждую душу посылает в этого адама от него начиная от адама человека не женщину не мужчину в этого первочка это я этот первый человек из меня бог делает двух и пошло поехало и каждый проживает эту жизнь вам сейчас кажется это безумием но ведь мир существует у каждого свой фильм заметьте я знать не знаю что сейчас существует в англии я знаю свой мир и вы знаете у каждого человека будет переживание полноценного этого мира и опыта от адама от адама смертного до адама божественного до бога до иисуса христа вам это кажется сейчас безуми каждая душа и вот то что почему я круто что у нас потом рождается у людей дети это уже эти души перерождаются которые от одной души это чуть ли не семья каждого то есть не бог всячески во всем бог и иисус бог и во всех нас вот так и мы мы в каждом этом потом размножившись и но мы в каждой этой жизни бываем это кажется вам сейчас безумием но я думаю что это так каждый человек переживает путь не зря нам эти истории так близко не зря не зря мы знаем что такое дам не знаем из не зря мы знаешь такое грехопадение мы действительно каждый проживаем свою жизнь от будучи пир и все души богом творенные посылаются вот в эту точку в первую книгу эта книга всего человечества и эта книга каждого человека каждого он он адам он человек он адам и ева он и сиф он и каин и он каждый раз по-разному грубо говоря идет разные жизни проживает кажется это безумием вы знаете я верю что это так и когда человек вот именно доходит до даже до второго пришествия доживает там дальше идет уже вот там действительно вот эта новая земля это новая цивилизм новая это это по кругу это уже дальше это не параллельное измерение это все дальше идет ну кого бы мы там не рождали это мы будем опять если мы даже будем хотя это вечность может мы уже никого плодить не будем но если мы будем хотя вот им там не умирает значит там рождать получается не будет за и все это будет лишь здесь пережитый опыт и господь сказал там не женится мы вот именно мы почему не думал что там рожать-то не будет кого там будет рожать ты там получается нельзя рожать ты кого грешника будешь рожать нет святых будешь перерождать вот разделили на пропасть на святых на а ты рай а как мы а я не умираю кого мы будем рожать новые души нет старый так мы не умираем мы в нетленное тело облить обличемся те кто вот верит в иисусу хотят с ним тоже быть рядом они уже будут здесь еще в этом тысячелетнем царстве вам кажется безумием что ведь кажется ведь был же один киафа который судил иисуса я вам скажу что каждый из нас мог быть этим кафе и вам кажется нет такого не будет его личный грех мы все могли до этого докатиться и все докатывались и если мы не были кто-то из нас этим кафе точно тут только потому что мы раньше пришли к познанию истины и мы уже где-то были пророками были может быть святыми людьми любвеобильными вот и мы могли конечно не пройти путь к иафе мы могли пройти намного раньше мы могли быть убийцами где-то раньше распинать пророков и уже просто когда мы смотрим от дня своего рождения возьмем это первого человека и дожили до по своей жизни до первого пришествия иисуса все разные путь избирали свободы человек никто не решается поэтому игру нет не то что человека 1000 жизнь еще вот так он был и каином и авелем нет я она неправильно выразил свою мысль мне тяжело такие вещи я их сам понимаю пытаюсь я даже сам тренируюсь я стараюсь их если я могу их объяснить человеку я учитель который не может объяснить он не сам не понимает а я понимаю вот у меня будет единственное доказательство понимали я сам если я не могу объяснить я немножко просто неправильно выразился человек не проходит миллионы жизней это у нас у каждого свою жизнь вот такая полноценно это да этот фильм длиною в библию есть у каждого но как пошел могли по-разному душа пойти кто-то мог пойти все-таки по пути кайном по пути евы с адамом и все пошли это сто процентов мы все согрешали и все одевались войти рано или поздно кто-то через секунду как это мироздание проявилось вот просто вы скажете что миллион каинов ой миллион адамов да ты спишь это только твой сон параллельный мир или реальность так скажем существует эта жизнь каждого человека я говорю она как бы нигде не отражается она сокрыта в самом человеке ну вы скажете а вот же библия написано да там есть конкретные личности то есть у нас есть и у каждого как это вообще необъяснимо я муру как и бога невозможно объяснить объять так и это мы имеем конкретную библию это казалось бы конкретные люди я вот не знаю понимаете вы о чем меня но если мы подложим еще параллельно столько же книг там-то это же много книг человек же не может тоже размножиться но так как там были разные люди сюда попадал разный человек да ты мог выбрать путь каина или авеля неизвестно кем ты был но тут все два варианта и ты либо был тот либо тот и вот так пошло поехал ну кто знает о цвет их потом вот именно что от адама с его и каин и авель родился и сообщи выбирает сам человек и мы знаем прекрасно что и вроде авеля сифов были такие же грешники и потом все это пошло да это выбор человека и вот этот путь я верю что проходят все абсолютно все поэтому я стал я груб более того это я я сказал сказал что мне кажется ну максимум 1000 лет я думаю что нет никакой 1000 лет раз я думаю что все люди вот мы с вами сегодня живем мы все даже мне 20 и 50 ну так как на сегодня ты просто в прошлой жизни меньше жилая дольше вот сегодня 2019 год и пусть там допустим 7019 какой-нибудь если от сотворения мира нам всем 7019 лет всем вообще абсолютно ровное число потому что я верю что не потому что все должны пройти были греха падения убийства или быть убитым каином авелям все должны были пройти воды потопа того еще все должны были попасть в это ноя или умереть и когда-нибудь попасть в струю и выйти ноем и опять пойти по разным путям все должны эту жизнь пройти все абсолютно поэтому мы все одинакового возраста тоже эти периоды абсолютно одинаковые и неважно что в этой шкуре каяфы который судил иисуса или пилата была конкретная личность и она скажет это я был в вечности встретимся встретимся же с пилатом на суде с иудой с апостолами и он скажет я и мы удивимся когда и другой скажет да нет да что то это я же я был это я убил иисуса да это я его бичевал мы увидим что таких убийц много и это не аллегорически будь слова не горды ты же я был много окажется пилатов потому что люди проживали параллельные жизни я говорю может быть не все и на и не обязательно же убить там иисуса не они не верили что они убивают бога они убивали помните еще пилат им ставил играл это человек вот человек он себя называет сыном божьим неважно смотрите я водал на бичевание и он человек все человек вот человек он хотел их убедить в этом чтобы они отступили от своего этого безумного плана распять его не веришь они бога распинать поэтому неважно были ли мы конкретно правом в роли каяфы там осуждая иисуса но мы сто процентов где-нибудь были в такой в подобной роли когда мы или потом будем в ролике их не инквизиторов когда мы проходили этот путь безумный но не понимает пока мальчик девочку или девочек мальчик в песочнице по голове не даст лопаты что это больно что тут плачет бежит к мать не у него чет в сердце у ребенка страх сейчас придут накажут люди проходят жизнь только почему я помните говорил все эти мысли знаете у меня чувство я знаю что почему я сейчас никогда не убью человека я знаю что это такое я в этой жизни вот в том аватаре в котором вы меня видите я не убивал никого но я знаю что этого никогда не сделай что я уже когда-то в этом раскаялся помните того разбойника на кресте я вам говорил что почему он с богом будет в раю он изменился и когда он в новый аватар тут же перерождался с богом тон в раю а рай где сердце воскал ныне же будешь со мной в раю и он был с ним он попал и пошел может быть заново на землю но уже другим человеком другим и уже бог был в его сердце раскрытым любовью он возможно будущий апостол стал и он уже никогда никого ни одну душу не погубит он знает что это такое убивать человека долго мучительно или медленно предательски или в открытую это опыт который ты больше как я говорю ты свободен но ты никогда этого не сделаешь никогда ты покаялся ты свободен ты всегда останешься свободным но ты уже никогда этого не сделаешь ты знаешь что это зло и что зло зло никак не не разрушит только добро тем более ты уже вот именно откуда вот такие люди есть как я который чувствует просто бессмертие всем своим существом я знаю я уже тысячу раз умирал там нечего бояться смерти нечего бояться ее не существует это лишь аватары и это с человеком с каждым возрастом все более более укрепляется и вы скажете откуда вот такие люди младенцы в познании истины ну кто-то вот так вот долго будет ковыряться дойдет до такого судя по библии в которой я верю в те события что даже я вот не знаю сегодня об этом говорить уж наверно устали и вот это второе пришествие иисуса будет ведь она будет же он же будет во плоти он будет в юрусалиме все святые переродятся кто будет жить тленное поглотиться бессмертием воскреснут многие в той же плоти в какой сус уже мы никогда умирать не будем но мы не на небесах будем мы будем жить на этой земле в юрусалиме округом будут вот такие вот грешники там же об этом написано еще три тысячи лет будет возможность людям покаяться приходить к иисусу и это удивительно они будут смертной плоти а мы в бессмертной они будут идти к иисусу нет они шли к иисусу тогда во плоти нет они не хотели любви они ненавидели добро вы думаете они побегут в юрусалим к бессмертному иисусу и к нам нет их будет воротить от этой святоши праведники так и будет это будет удивительно кажется да не может такого быть ну что вот иисус придет как молния да не будет такого а здесь такое бывает призываешь к добру к любви к единству кому надо никому не надо удивляться тут не стоит не стоит все так и будет вот и я верю что же второй какой-то это будет конечно такое посерьезнее какой-то грубой сито да пока вот на двоих на две части вот рай от новый русалим новая земля где люди действительно хоть как-то стремятся мы ошибаемся мы погрешаем но мы верим в бога в истинного бога мы к нему стремимся хотим быть готовы рабски все исполнять любые повеления знаю что он только благо все это мы у него узнаем мы сколько будем знать все это будет нам открыто но кто с ним не будет мы все поправимся все кто-то заблуждаемся и он будет на свет как авторитет да все мы свободны в христе перед ним то мы преклонимся и уж все на вопросы наши он разрешит вот хотя сколько вопросов как он сказал когда вы меня увидите о многом не спросите или вообще ни о чем все нам станет открыто во многом убедимся перестанем спорить о культах о том кто куда попадет об этих нехороших православных католиков свободных во христе или таких еретиках как я ибо иисус нас всех возможно объединит и мы хоть как-то смиримся и он нам ответит на все вопросы вот ну вот как то вот так вот вот я не знаю для кого я вот ну еще чуть по ты тоже все нас все не заканчиваю я гру что вот это когда мета начинает ты какую-то несу разницу несешь который никто никогда может не нес хотя я много это есть ты многих мыслителей тех самых христианских просто затыкали и я так просто читал и я знаю что многие подобные вещи кстати писали но не прям по дну разная не буду сейчас сладко что не смогу дать точную ссылку я многое позабыл уже многое решил вообще просто отодвинуть и чтобы не ссылаться какие авторитеты я знаю я это понял что этого достаточно жизни что мне это дает вы знаете самый такой на днях вот буквально почему я этим поделился я все тоже думал тоже мне свои болячки сложности тяжело жить во плоти на этой земле что самому все эти трудности до земля нам волчицы и тернии все время произрастает общество вот это я сейчас вообще получается на стезе проповедника да вот хотите учить или там это тоже определенный такой тяжелый труд в том плане ты много испытываешь негатива на тебя сливается у каждого понятно есть я говорил и на семья и работы в разных ситуациях но чем-то и и тем более чем ты будешь больше популярность все это известность тем еще больше арю мне пишут много пишут и гадости просто не представляете всякой ерунды и тыкают и все вот это сейчас опять тут я начал активно опять все начинается и вы знаете я думал ну вот после если думать что я один раз живу да я думала и но быстрее быстрее были сколько там потерпеть и ты живешь знаете как бы днем смерти таким апокалиптическим что ну все это вот доживую все а там уже буду с иисусом там до воскресенья а вы знаете вот если думать вот так что ты и дальше опять да конечно бог исповедую свободу ты не идешь сюда сил ком и 2 3 1 принципе ты может быть то может быть спать или на лоне аврамовым день там отдыхать я не знаю но вы знаете если человек любит людей и пусть сам то иисус конечно здесь он бог ему не надо перерождаться каждый раз это было единичный случай потом будет второй раз его пришествие то человек действительно и богу не надо просто возрастать его явление вот эти первое второе это нужно на на нам без него тяжело нам невозможно без него а мы люди учимся это школа жизни 1 2 3 10 5 класс университет 1 2 3 4 5 курс работа ее совершенствование конечно я понимаю что я уже не ученик я работаю и я понимаю что если меня конечно господь я туда опять попаду мне скажешь ну чем опять пойдешь скажу мысли надо хотя как надо он же не будет меня заставлять он скажешь хочешь я скажу хочу вы знаете я стал задумываться я как-то успокоился я жил какой-то этими чувствами что вот-вот-вот чуть-чуть ну когда-нибудь закончится эти меня жало вплоть когда-нибудь отвалится сейчас я понимаю что тем более я в книгу откровения верю понимаю считаю что правильно понимаю я всем проповедую что и и 2 глава не началась на первое там предисловие и 2 главы и события еще не начались вы знаете жить там быть там проповедовать истину дарить людям счастье любовь ну а почему нет а что там делать в царстве небесно с господом винцо попивать ну передохну там же вечность никто не заметит моего здесь отсутствие ну денечек другой можно и порадоваться в небесном царстве ну а потом опять опять до тех пор пока он сам по свое второе перешествие в той нетленной плоти в которой он сейчас там прибывает я-то буду только душой я же еще не буду я буду трудиться буду возрастать буду учиться буду богу употребляться а я же возрастаю я же расту я же учусь я могу вам по этой жизни сказать действительно ты год назад я был не такой как сейчас два года назад не такой как год назад ты действительно тебе много открывается ты больше узнаешь уча учишься и прочие вещи опыт вот этот жизнь общение я понял что это все складывается в какую-то копилочку не зря господь был собирайте себе сокровища на небесах это реально вот это такой сбор урожая твой ты растешь это да и я тут знаете как-то успокоился поэтому какая разница теперь не жить в это единственное думал ну что ж господи опять потом рождаться опять у кого-то у какой-то мамочки на руках няньца может и в каком детдоме прожить и опять учиться этой бестолковой учебе какой-то институт опять что я буду весь путь проходить это что-то там деньгами обогащаться женщины а потом опять буду уже проповедовать вы знаете стал думать ведь то что меня господь призвал в 27 те знания которые были то что я изучал а вы знаете кто вам сказал что у нас не путь иисуса что мы дойдем до такого в последние времена тоже будет очень сильное пророчество мы знаем там откровение евангелизация будут перед вторым пришествием очень сильно кто сказал что мы действительно достигаем такого уровня что как иисус нам же не надо будет учиться у раввинов и да скорее всего в каждой земной жизни до 30 лет ты будешь жить обычной жизнью как жил иисус в роли плотника до такой бытовой жизнью ты опять все то же самое а вот действительно как человек возрастает по телу возмужает женщина тоже ну приходит в этот возраст уже и действительно что проповедников не бывает в принципе на 15 лет хотя мы видим в интернете разные бывают и люди вот и может быть действительно господь меня уже призовет тогда в 20 лет да там а может и в 15 может устами владельца будет кричать я понял что это в принципе не важно и по сути с другой стороны а чё я жалею своей жизни да нет до 30 лет она тоже была прикольная какая разница радости испытывал я тоже нормальный человеческий тоже пожил ну значит это надо а может и нет не знаю но я стал понимать что какая разница вот им живи сегодня я перестал смотреть на прошлое как на события какие-то я не фанатею не экзальтирую хотя и что вспоминаю что-то встречаешь с людьми даже любишь прошлое это вспоминать как бы есть но я я не фанатик этого я не скучаю был да было есть помните просто ты всяком вспоминаешь и радуешься ну здорово с другом старым встретился со знакомым с родителями с детьми это же здорово ну что мы делаем там на застольях на встречах вспоминаем прошлое фантазируем о будущем потому что сегодняшний сейчас это миг ты уже через секунду вспоминаешь либо прошлое либо думаешь о будущем настоящего оно как есть такого нет это мгновение поэтому живем воспоминаниями прошлого и мечтанием будущего или планами на будущее и я стал жить сегодняшним днем я говорю вам я понял что если а мне еще второй раз вы знаете действительно тогда есть многое обретает смысл вот я опять к чему я это говорю что мне это дает вам кажется много наговорил безумного может быть кому-то а мне кажется а мне насколько это укрепило опять узнать вдохновила я понял зачем я да в этом мире я тружусь да возможно я дойду до уровня иисуса мне не нужно будут знать писание учившись я в этом жизни вы видите сколько постиг в писании сколько изучал я трудился и я верю что все это в сердце моем теперь я теперь понимаю это если здесь есть память человеческая да я не все запоминаю но бог потом это сейчас я записываю записываю я пытаюсь вспомнить но это все пишется а потом это станет отпечатком и в следующей жизни мне уже не надо будет это учить это будет в сердце вы знаете я в такое вполне верю откуда есть проповедники вы знаете они действительно цитируют писание многие может таких видели в живую или в интернете они они стихами главы не цитируют реальный говоришь стих он можете сказать главу и стих номер стиха вот я понял что все что мы в этой жизни делаем есть вот именно тленные вещи и надо конечно не на них упор делать именно заниматься столько сколько нужно а есть вещи не тленные конечно помимо духовных качеств но есть и знания да возможно при новой земле новой небе они как бы уже не важны будут но до новой земли до нового неба вы знаете я потому как верю в книгу откровение как я вижу исповедую и она даже еще не началась кто кому интересно посмотрите мое чтение она благо есть на канале скоро будем ну как скоро относительно скоро читать второй раз тоже много я думаю вам интересного поведаю вот то я понял знать меня это замотивировало во первых меня это умиротворила вот я верю то я терзался и вот это жил как бы апокалиптическим своим личным апокалипсисом своей смерти что ну вот когда все это закончится и все отмучусь нет не отмучаешься еще сколько тебе жить ни одну жизнь так что трудись и забывая задние простирайся каждый вперед плохо это или хорошо все какие-то здесь трудности или те же самые болячки в принципе бог же может и убрать вот я верю что иисус вообще не болел значит мне это просто надо в этой жизни от не потому что со всеми происходит не все болеют не все инвалиды не все умственно отсталые или еще что-то не все а кому-то надо и может мне уже это было поэтому терзаться чтобы и знаете когда у меня все хорошо вот хотя бы нет каких-то внешних проблем телесных у меня нет там каких-то кредитов еще хотя тоже я вляпался в свое время так ну не сильно все это я вразумел научился в это больше не вляпаюсь вы знаете когда у тебя нет долгов когда когда у тебя нет телесных проблем да вы знаете и пофигу что вкус скучно и так то жизнь более-менее кто-то там достает иногда жалят но меня также радует меня также любит я также могу поесть спокойно любой пищи мне не надо супер ресторанов я могу в киоске купить что-то вкусненькое и мне этого достаточно пусть дешево зато точно так же там в ресторанах одни понты все прекрасно знают вот а порой еще и чем подмешает вот я могу также купаться я могу испытывать просто простые чайские радости бассейн миллионер от бассейна бедного в принципе ничем не отличается все на я именно есть в доступности да там пусть общественный какой-то вот поэтому жизнь не так плоха конечно момент вот этого удручения в этой земной жизни она же не так плоха мы конечно не в раю и живем как многие говорят эта земля после рая если мы увидели или вспомнили рай мы бы возрыдали восплакали но в принципе в ней много и радости да и конечно когда есть скорби но наверное эти скорби вот земных жизнях вот этих они действительно временны они необходимы в том плане мы через них чего-то учимся их надо достойно эти испытания проходить и я верю что они больше в чайской жизни если мы правильные уроки из них извлечем больше повторяться не будут вот так что вот так вот на этом все я в принципе тоже уже устал наговорился не знаю что для вас это откроет для меня вот это как я попытался и выводы не просто так на говорить что-то это здорово это у меня много складывается о мировоззрении вот этому такому глобальном знаете как души что где они зарождаются я все это понял тогда все справедливо что такой слух будет христов кто эти восстающие будет это все люди мы все все пережили все абсолютно все я вам говорю что я верю как-то сейчас ну лежит у меня и давно многие вещи моей голове что-то конечно не скрываю сейчас у меня формируется вот я делюсь откровениями личными я не говорю что каждый их обязан принять и я говорю никогда никого не вините что вот я услышал меня повредила потом ты сам повредился не хочешь не слушай вообще послушал отодвинь я по себе сужу я тоже разных слушаю меня отчет ничего я никого не обвиняю что вот я культы прошел православие чего мне чего не надо я все-то двинул пользу я оставил хорошие вещи какие-то даже я вот именно специально даже на авторитеты не ссылаю чтобы никого не соблазнять иногда специально ссылай чтобы ему же было видно что вот у тебя там есть же такие и с такими мыслями не зря иногда поэтому все-таки вспоминаю какие-то имена там фамилии как угодно их там да вынесите из всего пользу никогда никого ни в чем не вините вы свободны если ты кого-то в чем-то обвиняешь ты сам раб ты не свободен имеем мы мы все имеем право мыслить так как мы хотим мы даже грешить имеем право уж это наша свобода воли никуда не деться и каждый должен мы мы должны провозглашать свидетельствовать светить и этим светом обличать тьму да а вот вечно тыкать ты 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 а ты ты что сам то кто то есть чего ты это понял закис вот на этом уровне и все вот не нельзя не надо бояться задавать себе вопросы и и искать на них ответы лучше ошибиться но если будешь искать тебе бог поправит он любую ошибку исправит любую так что вот так на этом у меня все пишите ваши мысли комментарии размышления буду рад почитать заповедь вам обязательно напомню вы помните что но я в принципе сегодня об этом сказал если бы я не сказал то был бы не я вот что конечно же вся суть и природа бога бессмертие свобода нам даны просто априори а возрастаем и действительно в совокупности всего это в любви и в любом наше дело она в принципе направлено мысли просто свою жизнь проанализируем увидим что любой наш поступок на самом деле на любовь к человеку направлен неважно то близки еще кто-то даже удовольствие которым им якобы сами получаем для себя мы все прекрасно знаем если нет рядом человек который их разделяет с нами они нам и самим не нужны вот так вот все на этом все если мои ролики нравится вы знаете что с ними делать ну я еще раз говорю пишите ваши комментарии мысли я с радостью все читаю что интересно всегда озвучиваю своих воскресных ответах на вопросы и чтение комментариев все всех целую обнимаю пока пока до встречи в следующем видео и и и